Здарова всем, ребята, кентуха на проводе, и прямо сегодня покажу самый дорогой аккаунт Стэндл 2, нет, даже не так, самый дорогой аккаунт в истории Стэндл 2! Поэтому, ребята, прямо сейчас прожмите лайкусик за это нереально крутое видео, обязательно подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий, ну а мы погнали к обзору этого аккаунта! Братик, промик надо, да? Аркана надо? Окей, я тебе дарю настоящий рабочий промик на Аркану, и чтобы получить совершенно бесплатно, тебе надо прямо сейчас посмотреть все видео от начала до конца без перемоток, я у вас на видео спрятал буковки, ты эти буковки соединяешь и получаешь настоящий рабочий промик! Если промик не работает, значит ты какую-то букву пропустил и смотри внимательнее, ну что же, а мы приступаем! Ну а прямо сейчас мы будем смотреть, что же находится на этом аккаунте. Во-первых, я вяжу блатное ID, вы просто посмотрите, 99.0000000! А ты чё, Санечка, снимаешь? Вот это имба! Дальше смотрим профиль, как мы видим, лучший ранг элита, то есть помимо того, что это очень дорогой аккаунт, тут ещё владелец этого аккаунта жёсткий, киберспортсмен! А ты чё? В третьем сезоне вообще легенда, а во втором сезоне опять элита! Ничего себе, сказал я себе! И как мы видим, у него очень большой онлайн, а именно 3000 часов онлайна! Знаете почему? Потому что он постоянно трейдит, он постоянно в сети, поэтому ребята, я вам скажу так, эту аватарку вы уже возможно видели раньше на рынке. Клан у него называется СТР-8, кто не знает, это киберспортивный клан, я вообще ничего не понимаю, то есть он и мега трейдер, и мега киберспортсмен, вот это да, вот это он жёсткий! И знаете, что самое интересное? Я уже вижу, сколько у него денежек на балансе! У него 78 козырей, чтооооооо! Вот это он богач! Обалдеть, не встать, вот это люди живут! Давайте посмотрим, что же пишут таким жёстким трейдерам в личку, давайте читать! Дай, стой, голды. Пожи, я твой подписчик, пишет Рик. Рик, братан, ты чё? Написал бы мне, я бы тебе дал голдишку. Я не пойму, почему все у него просят голду. Блин, может, мне надо простить, может, я чё-то не знаю. Если ответишь, я отпишусь. Ладно, я пошёл отписать, отписать. Брат, ты чё? Иди лучше, отпишись от учебника по русскому языку. Го, дуэль, на тачке Хармон. Ха-ха-ха. Блин, это трэш. Дай, мы же голды. Он, наверное, хотел написать ПЖ. Так, ребят, мы посмотрели, что у него пишут в личке. В принципе, то же самое, что у меня. Все пишут ПЖ дай дуэль и ПЖ дай голды. ПЖ умоляю. Но прямо сейчас мы, ребята, посмотрим, какой же у него инвентарь. Потому что тут-то будет самое интересное. Я вам это отвечаю. Пристегнетесь, мы взлетаем. Ха-ха-ха-ха-ха. Вы просто взгляните на всё это. Вот это разнос. Вот это импа. Так, ну, перчатки дефолт. М9 Беннет Фромзен дефолт. М4 Сансет. Ну, как бы это ни звучало, но это тоже дефолт. Да, это крутой другой скин. Тоже дефолт, тоже дефолт. А вот это, ребята, не дефолт. Это стоит примерно 200 тысяч голды. Это АКР. Трэшер Хантер. Статрек. И ещё с четырьмя голдскулами. Мать моя женщина. Ради меня заново. Что я вижу? Четыре голдскула. Это стоит минимум 200к голдишки. Обалдеть. Пэти у нас самурай. И опять четыре самурая. Дядя. А откуда вы? Откуда вы? Скажи мне. Я тоже хочу. Я тоже люблю самураи. А теперь, ребята, мы смотрим его АВМ Генезис. О, голдскул. Я даже не заметил голдскул. Просто тогда завалялась наклейка. За шестьдесятка голды. Ну, это, ребята, хэштег не погано. Но знаете, что самое интересное? Это далеко не конец. Потому что у него ещё есть АВМ Трэшер Хантер. И на этом АВМ Трэшер Хантере есть тоже Трэшер Хантер. Чувак, ты и псих. Вы понимаете, что вот эти вот два скина. То есть АВМ Трэшер Хантер и АКР Трэшер Хантер с этими наклейками. Они стоят полмиллиона голды. Просто эти два скина стоят полмиллиона. Полмульта. Да, вдумайтесь. Обалдеть, вы посмотрите. Блин, у него есть ещё голдскулы на АКР Некромансере. Да откуда у него? Сколько этих голдскулов? Дайте мне хоть один. У меня ни одного нет. У него их тут миллиард штук. Так, смотрим дальше. П-350 от Форэй Спирит. Вау. И обратно наклеечка Легендарка. И обратно такие с Хэллоуин коллекции. UMP 45 Лэминус. Ну, типа, да, наклеечка крутые, но дефултик. Окей, ребят, давайте посмотрим, что есть ещё интересное. USP-песец? Опять голдскул? Это что за сумасшедший? Приклеил на USP-песец? Голдскул? Вам не показалось это USP-песец? Это не песец, это просто полный пи-и-и-и. Это просто дрындец. Окей, ребята, идёмте дальше. Идёмте дальше. Блин, я думал тут обратно. Я ещё увижу какой-то голдскул. Так, ну а тут пока что всё дефолтик. Вы посмотрите, как же много у него всяких дробошей, пасфандеров. А зачем? Так, я не знаю, я не знаю, зачем он его купил. Но если он топ-1 трейдер, если он купил эти дробоши, пасфандеры, значит они 100% подорожают цене. Значит 100% мне тоже надо их купить. Вы посмотрите, как их много. Это тоже 1000 на 100 голды. Обалдеть. Вот это да. А вами фениксы. Это тоже оригин коллекции. Вы посмотрите, как много у него рарок с оригин коллекцией. У него, наверное, всяких рарок 1000 на 150, а то и на 200 голды. Просто рарок долбанных, рарок. Вот это да, моим совет, ребята. Если хотите стать таким же богатым, как и он, покупайте рарки с оригин коллекцией. Уй, а что такое? Это G2-2 релик. Дядь, ты что, в сону ехал? Это G2-2 релик. Просто клеши, между рарочек запятался. Дальше нас пошли анкомонки. На анкомонках тоже нас куча наклеечек. Неплохо. Неплохо. Ну прям, я бы сказал, очень-таки неплохо. Что? G2-2 релик с двумя самурами? Вот это да. Как там делать стигма? Имба. Ребята, полное разносло. А это вообще долбанная комонка, да? С четырьмя арканами. Вау, вот это круто. Вот это имба. Вот это у него инвентарь. Слушай, а у него есть какие-то интересные дорогие наклейки? Дорогие наклейки у него нету. Ну, теперь давайте мы перейдем, посмотрим историю покупок. Смотрим. История покупочек. Сигерпак за четыре голды. Дядь, ты нормальный. Обалдеть. Смотрим дальше. Ого. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Мать моя женщина. Ну, посмотрите, ребята. Он за 0,03 купил сколько ножей. А кто это ему продал? Это фермер? Фермер продал? Скилл продал G203. Скилл, братан, ты чем со сну въехал? М9 Байонетт тоже за одну голду? АКРТХ тоже за одну голду? Он с наклейками или нет? Чё? АКРТХ? Не, 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 не. Мой мозг сейчас вонет. Это как-то возможно? АКРТХ с четырьмя наклейками за одну голду? Как вам такое, ребят? Так, теперь давайте посмотрим историю продаж. О, он сегодня киргол продал, чекайте. За 65 кусков. История продаж, обалдеть. Ага, смотрите, а тут он уже продал эти же самые ножи фермеру. А-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Блин, вот это ор. Стикер Девелиш за полторы голды. Братан, я, конечно, всё понимаю, но, кажется, это невыгодно, не? Но знаете, что самое интересное? То, что у него есть ещё аккаунт номер два. И он говорит, что на аккаунте номер два там ещё более крутые наклейки. И погнали, мы прямо сейчас зайдём на его второй аккаунт. Ну что же, а это его аккаунт номер два. Давайте мы прямо сейчас посмотрим, что там у нас по рангам. Элита. Легенда. И обратная легенда. То есть мы видим, что на этом аккаунте он тоже очень часто играет. И это тоже очень жёсткий аккаунт. Теперь давайте счетним общую статистику. Пять тысяч часов? Что? А прикиньте, если этот аккаунт будет ещё круче, чем первый аккаунт. Вот это будет прям полный разнос. По союзникам у нас ранг мастер. Но так же, как у Кента ПК, мы тоже мастер. И в третьем сезоне обратная легенда. Ничего себе, сказал я себе. Что же нам пишут в личные сообщения на этом аккаунте? То же самое, что и на первом. Привет, ваши школьники. Дай голды. Вот даже не пожалуйста, не прошу. Там не написал какую-то историю. Типа, ой, пожалуйста, дай голды. Имя за скамель. Просто дай голды. Можешь добавить 300 голды. Если откажешь, я не обижусь. Но рад любой голде. Блин, ребята. Мой совет. Просто возьмите, заработайте эти 300 голды. Это же гораздо проще. Что у нас по клану? У нас в клане, как мы видим, клан. Тоже самый клан СТР-8. То есть, это еще раз доказывает то, что это один аккаунт того же самого человека. Ну что же, ребята. Я не буду тянуть резину. Давайте-ка мы перейдем в инвентарь. Вот тут-то будет. Что? Вы что, на приколе? Четыре арканы. Смотрим дальше. Четыре арканы. Смотрим дальше. Четыре долбанных арканы. Это сумасшедший дом. Это вот это аккаунт. Обрата четыре арканы. Вот это люди живут. И это в аккаунт номер два. Просто прикиньте. Вау. Вот это наклейки. Вы просто посмотрите, ребята. Это все хэллоуин коллекция. Обрата. Блин. Блин. ПАНИШЕР! ПАНИШЕР! Это реально самый дорогой аккаунт, который я видел из своей жизни. Дороже кого-то и не видел. Три наклейки Дрэгон и четвертый ПАНИШЕР. И это все на долбанном. Статтрекер, Тезер, Игл, Эйс. Просто вдумайтесь. Это помойка, не скину. Грубо говоря, по большому факту. Потому что это рарка, на дешевый скин. И на эту рарку приклеили такие дорогущие наклейки. Вот это да. А на ВМ Спорт тоже приклеили три арканы. И четвертый это Легендарка с клюнг коллекции. Но она тоже стоит примерно тысячи, наверное, семь, а то и восемь голды. Окей. Листаем вниз. Вниз, вниз. ЧТО? АГЭР ВОРМ! Это АГЭР ВОРМ! Блин, пожалуйста, братанчик, подари его мне. Ты очень богатый. Опять этот долбан на Голд Скул. Как же ты надоел. Блин, бизнесмен-то мамки, ты еханый баба, ребята. Вот это тут скины. Вот этот наклеечки, мать моя Женщина, девелиши Знаете сколько каждый из этих девелишей, по 8 галды То есть этот аккаунт примерно Стоит еще 1500 галды Вот если все посчитать в сумме Да, конечно, первый аккаунт дорогой Но этот аккаунт гораздо интереснее Так, то у нас тут дефолтные наклеечки Пока что наклеечек с филуин коллекции я не вижу Дефолт, 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 дефолт Дефолт, дефолт, дефолт И сейчас, ребята, будет самое интересное Потому что мы перейдем в историю покупок И историю продаж Давайте смотреть, что я вижу Ножичек за 3 галды Это как, братик, это как Что я вижу тут, ножичек за 1 галду Перчатки за 1 галду Мама дорогая Это как такое возможно Просто вы посмотрите Это история покупок Вот это да Он купил P90 Samurai за 2 галды Что мы видим на этом P90 Samurai 4 дорогущих наклейки Нормально, я все понимаю Ну пожалуйста, расскажите мне хоть кто-то Как ловить наклейки-то по дешевочке Вот как, что надо делать Что я делаю неправильно Вот как споймать Керамид Универс за 200 галды Как споймать Нож в бабочку КОЛД ФЛЕЙМ За 1 галду Ну и прямо сейчас мы посмотрим Запросы на продажу Что ж тут есть интересненькое Так Дезер Игл Как вот это статрек Обалдеть Вот это люди живут АВМ Спорт За 2 галды М9 Бэнт Энсиент Оооо Не, ребят Походу этот аккаунт стоит не 500 тысяч галдишки А 1600 Потому что тут еще куча скинов в запросах Обалдеть АКР Дежил Бёрст Статрек Я не мечтал Всю мою жизнь АКР 12 Статрек Рейл Ган Четырьмя Хэллоуин наклейками Дракула Вау Дезер Игл Драгонгласс За 10к А что это такое За Дезер Игл За 10к А ну-ка Что Три Арканы Три Арканы На нем Ну что же, ребята В принципе, это все Обязательно Подпишитесь на мой канал Если вы на мой канал подпишетесь Мы разыграем Этот М4 Пиксель Шторм С четырьмя Наклейками Арканами Я отвечаю Я его уговорю Я 100% вам его разыграю Поэтому, ребята, пожалуйста Подпишитесь на мой канал Прожмите лайк И напишите любой хороший комментарий И да, я не пеп